Витамин Узнайте несколько необычных способов применения бельевой прищепки. А доктор Витаминкина объяснит, почему есть много сладкого вредно. Оставайтесь, вам точно понравится! Соня, ты пользуешься бельевыми прищепками? Ну или твоя мама? Ну вообще-то мы все вещи сушим на специальной сушилке или на батарее. Ну а вот прищепки у нас, конечно, дома есть, но они лежат без дела. Я даже знаю, что ты с ними будешь делать. Ну и что же? Давай посмотрим рубрику Ловила и Хак. Арина расскажет, как можно использовать бельевую прищепку не по назначению. Всем привет! Друзья, бельевые прищепки были изобретены более 160 лет назад. И сегодня я расскажу и покажу несколько способов, как нестандартно их применить. Приклеив с одной стороны прищепки магнит, а другую украсив декоративным скотчем, можно получить оригинальный магнит-держатель на холодильник, в который можно закреплять различные напоминания. С помощью прищепки можно хранить различные остатки тесьмы, ленты или просто нитки. Всего-то нужно намотать ленту и закрепить. Полотенце, прикрепленное на две прищепки к одежде, может заменить отсутствующий фартук. Бельевая прищепка может быть в роли закладки, например, для книги. Если отсутствует стаканчик или специальный держатель для зубной щетки, можно воспользоваться прищепкой. Одним легким движением она превращается в оригинальную и удобную подставку. Если вы меломан, который не может выйти из квартиры без наушников, а постоянные узлы вас сильно взлят, то этот холдер вам точно нужен. Возьмите две прищепки и скрепите их клеем. Закрепите с одной стороны штекер, обмотайте вокруг двух прищепок шнур и закрепите сами наушники другой прищепкой. Так их будет легко достать. А главный плюс – никаких узлов. Надеюсь, вам пригодятся мои лайфхаки и вы обязательно ими воспользуетесь. Ну а с вами была Арина. Пока-пока. Тимофей, скажи мне, ты не знаешь, как отучить себя есть много сладкого? Нет, Соня, не знаю, мне твоя проблема не знакома. Но, может, тебе сможет помочь доктор Витаминкина? Давайте посмотрим. Смотрим сюжет. Добрый день, с вами рубрика «Просто о здоровье» и я, и ждущая доктор Витаминкина. Шоколад, печенье, пирожные – сколько же сладких лакомств нас окружает. Иногда просто невозможно отказать себе удовольствие полакомиться чем-нибудь вкусненьким и сладеньким. Кроме зубов и фигур, сладкоежек ожидает еще масса проблем со здоровьем. Предлагаю поговорить об этом подробнее. Сладкая еда – источник углеводов. А углеводы – это источник энергии, который необходим для нашего организма. Все углеводы можно поделить на два вида. Простые, состоящие из одной или двух молекул сахара – это глюкоза, галактоза и фруктоза. Они быстро перевариваются, необходимы спортсменам для того, чтобы у них было много сил, и нам, детям, для роста и развития. Избыток сладкого в организме ребенка может закончить и серьезные заболевания, такими как Ожирение – лишние калории будут превращаться в жир, перевозбуждение вплоть до нервных срывов, потому что у детей неокрепшая нервная система, кариес и нарушение работы десен, Аллергические реакции из-за большого количества вредных добавок сладостей. Много сладкого может привести к сахарному диабету. Чтобы не испытывать мучительный дискомфорт от того, как вы хотите попробовать сладкое, замените это на полезные сладости. В качестве полезных вкусняшек выйдут следующие варианты – мед и сухофрукты, чернослив, курага, финики, высушенные кусочки фруктов и ягод, зефир, мармелад, пастила. Стоит быть крайне осмотрителем при выборе сладостей. Помните, что сладкая еда не только поднимает настроение, но и вызывает серьезные заболевания. Отдайте свое предпочтение натуральным сладостям. А если у вас возникли вопросы ко мне, задавайте их в мою группу ВКонтакте, адрес вы увидите на ваших экранах. А с вами была я, доктор Витаминкина, будьте здоровы, пока-пока, до новых встреч. Соня, много снеговиков уже успела налепить? Нет, пока ни одного. Значит, будешь лепить снеговиков из творога. Это как? А как – предлагаю посмотреть в рубрике. Всем привет! Это самая вкусная рубрика «Кулинариус». Снеговик из творога – это очень эффектный десерт, который приведет всех гостей в восторг. Он готовится очень просто. Для приготовления нам потребуется творог, сметана, сахарная пудра, ванильный сахар, корица, изюм и яблоко. Творог смешиваем со сметаной, сахарной пудрой и ванильным сахаром. Из получившейся массы скатываем шарики разного размера. Самый маленький шарик – это голова. А чтобы масса не лепла к рукам, лучше их намочить. Глаза и пуговицы сделаем из изюма, а наши руки – из кусочка яблока. Сверху посыпаем корицей. Особенно этот снеговик нравится маленьким детям. Если хорошо постараться, он получается настолько красив, что сразу не помешь. Съедобен ли он? Попробуйте. Это очень вкусно и необычно. Тимофей, посмотри на эту ручку. Так, посмотрел. И что я должен увидеть? Тебе не кажется, что она какая-то обычная? А какой она должна быть волшебной? Ну, может и не волшебной, но хотя бы красивой, а она обычная. Я знаю, как ее можно украсить. Заинтересовала? Тогда смотрим рубрику «Сундук сокровищ». Всем привет! Любите украшения? Многие из вас подумали о браслетиках, сережках и тому подобное. Но я говорю совсем не о таких украшениях. Возьмем, к примеру, эту ручку. Не кажется ли она вам скучной? Мне кажется. Именно поэтому я сделаю на нее украшения. Для этого нам понадобится. Будем делать украшения в виде звездочек. Для начала нам нужно сделать заготовку. Далее из плотного картона вырезаем 4 детали. На двух деталях отмечаем нужный размер и вырезаем. С помощью термоклея склеиваем детали между собой. Украшаем заготовку фоамирана. Дорисовываем недостающие элементы. Такие как глазки, рот и щечки. Надеваем получившееся украшение на ручку. Теперь ручка совсем не смотрится скучно и обычно. И глядя на нее, у вас всегда будет подниматься настроение. А с вами была Таня. Пока. Тимофей, расскажи мне, в чем разница между спортивной и художественной гимнастикой? В художественной гимнастике танцуют с ленточкой. А в спортивной выполняют разные трюки на кольцах. Какие у тебя познания. А то, я тоже недавно заинтересовался этим вопросом. И поэтому прочитал об этом. Все понятно. Раз ты все знаешь, не будем больше ничего говорить. А посмотрим следующий сюжет. Где наши юные участницы расскажут о своем любимом виде спорта. Внимание на экран. Всем привет! Меня зовут Аси Е. А меня Эсма. Мы больше года занимаемся спортивной гимнастикой. Спортивная гимнастика, она много чего дает. Во-первых, это сильные мышцы, координация, мышление. Скорость. Когда я первый раз пришла на гимнастику, я занималась сначала с кругами движений, а потом, когда я увидела, что другие девочки делали кувырок, мне очень было интересно, как они это делают. Я очень много занималась, и у меня это получилось. Они занимаются уже больше года, научились очень многому. Это кувырки, разные сальто, фляки, шпагаты, поперечные, продольные кувырки на кольцах, лазание на вот таких канатах, на брусьях. Брусья это, конечно, больше для мальчиков, но девочки у нас тоже занимаются, чтобы укреплять мышцы рук. Боль, которая при растяжке, должна чувствоваться, чтобы мы чувствовали эти мышцы. Если боли не будет, то означает, что мышцы у нас не тянутся. В художественной гимнастике в основном идет процесс на растяжку. Растяжка спины, ног, рук, да, и так далее. А вот именно в спортивной гимнастике там больше даются силовые упражнения. Там больше идет на укрепление мышц, спины, ног. Да, растяжка тоже присутствует, но больше именно вот такие упражнения, как брусья, кольца, канаты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, наша передача подошла к концу. Вам понравился выпуск? Напишите о своих впечатлениях в группе ВКонтакте. Ну а на сегодня мы прощаемся. С вами были Тимофей, Соня и передача Витамин. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok